До недавнего времени в детском саду номер 70 во время изучения правил дорожного движения был один единственный тренажер – вот этот старенький автомобиль. Но сейчас ребята пересели за руль новеньких машин. Этой осенью на территории детского сада появилась современная площадка для изучения правил дорожного движения. Здесь всё по-настоящему – перекрёстки, светофоры, дорожные знаки. Приходили с своим транспортом, приходили с мамами, бабушками, вечерами тут прям допоздна всё время. Кружится народ. Эту площадку в детском саду ждали с нетерпением. Даже разработали специальную программу по изучению правил дорожного движения. Осуществить планы помогла компания «Фосагра» в лице Балаковского филиала АО «Апатит». Кстати, предприятие уже не первый раз оказывает поддержку этому дошкольному учреждению. Ранее здесь установили спортивную площадку, отремонтировали кровлю и бассейн. Теремок находится также под крылом дрозд Балакова. А это значит, что в ребятах здесь воспитывают тягу к здоровому образу жизни, а также желание учиться. Эта площадка – как репетиция выхода на настоящую проезжую часть, где есть зебра, прямая сплошная и даже сотрудники ДПС. Ты когда вырастешь, у тебя будет машина? Да. Как ты будешь на ней ездить, скажи? Я буду ездить на зеленый свет. Можно переходить на пешеходный переход. Я знаю правила дорожного движения – переходить на дороги на зеленый свет. Директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев, открывая учебную площадку, заметил – это дело не просто нужное, а жизненно необходимое. Вот бы еще и родителей на детсадовские уроки безопасности движения привести. Взрослые порой показывают детям не самый лучший пример, но теперь дошколята будут подсказывать мамам и папам правила. Я вижу, что вы уже, в принципе, правила дорожного движения знаете. А я думаю, что на этой площадке вы их еще лучше узнаете. Будете папам и мамам, бабушкам и дедушкам подсказывать? Да. Будете? Молодцы. Поэтому, ребята, давайте учиться соблюдать правила дорожного движения. Это поможет нам быть всегда веселыми, здоровыми. И инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения уверены – такие площадки должны быть в каждой школе и в каждом детском саду. Дети должны знать правила на зубок, причем не на временной, молочной, а на крепкой, коренной. Тогда удастся избежать печальных последствий. Ведь не секрет, что дети чаще всего попадают в ДТП в качестве пешеходов. С начала года произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, где двух случаев дорожно-транспортных происшествий несовершеннолетних погибли на месте ДТП. Что связано с пешеходами, то есть у нас на нашей обслуженной территории 14 детей получили травмы различной степени тяжести. Из них 8 детей переходили в проезжую часть не в установленном месте. Сотрудники ГИБДД планируют регулярно навещать детей с лекциями и профилактическими акциями. Занятия проводятся во всех образовательных учреждениях города и ближайших районов. А дошколята детского сада номер 70 уже приготовили самокаты и велосипеды. До снега еще успеют попрактиковаться. Продолжение следует...